Приветствую, мои дорогие! Сегодня я хочу рассказать о двух событиях, которые произошли в понедельник и вот сегодня. В понедельник ОМОН Российской Федерации отмечал свой профессиональный праздник в День Луны, Небесной Иерархии. Это мне говорит о многом. Ну, во-первых, в ОМОНе Российской Федерации будут поначалу большие сокращения, выведение за штат очень многих людей, кадровая чехарда, такое внутренний гол, недовольство, рассуждения разные, о руководстве, о планах, о перспективах. Те, которые за штат будут выведены, могут быть направлены в зону военных действий на Украину, и это не секрет. Но потом работы ОМОН будет очень много, особенно с начала 2022 года. По сути, уже в октябре, в ноябре и в декабре будут серьезные события внутри страны, связанные с реакцией на наши потери, на количество раненых и убитых, которые до конца года будет, прямо скажем, немало. И в стране начнется такое брожение, не очень благоприятное, мягко говоря, которое может привести к усиленной, скажем так, работе ОМОНа в частности. Поэтому поначалу попытка будет сокращения, замена ключевых фигур, замена руководства. Это все до конца года в ОМОНе. А потом, по мере приближения к следующему году, а день ОМОНа Российской Федерации выпадет 2 октября 2023 года на вторник, и вот тогда, по мере приближения к осени следующего года, ОМОНу действительно придется очень много работать. заниматься пресечением противоправных действий, угошением, скажем так, буйных проявлений населения и другим работам, в том числе на освобожденной территории. Так что тяжелый период сейчас у ОМОНа Российской Федерации, понедельник, потом вторник, два года подряд до октября, по сути, 2024 года ОМОНу Российской Федерации придется работать, работать и работать в усиленном режиме, с серьезными стрессами, проблемами, кадровыми и иными. Поэтому надо вам потерпеть, мои дорогие ОМОНовцы Российской Федерации, чтобы выдержать это все. Весь этот бардак, который у нас, как обычно, происходит, ничего другого, к сожалению, для вас нет в прогнозе. Но и это еще не все. Сегодня, 5 октября 2022 года, в среду, в день Архангела Рафаила, целебника, целителя и путеводителя, мы отмечаем день Уголовного розыска Российской Федерации, работников Уголовного розыска Российской Федерации. Это узкое, наиболее малочисленное подразделение в МВД Российской Федерации, Уголовный розыск. Тоже на среду выпадает. Не очень это хорошо. Тоже чехарда, нехватка кадров. Попытка даже сократить эти кадры. Опять же, связи с военными событиями на Украине. Тоже разборки, хлопоты, суета с кадрами, с начальством, с руководством. То есть, уголовному розыску достанется. Но при этом будет очень много работы. Крайне много работы. Это тоже по дате видно. Расширение полнобочий. Все-таки, я думаю, что будет усилен, в конце концов, кадровый состав. Увеличен в отдельных регионах. Потому что работы будет много. Я собирался отдельное видео записать, но сейчас вынужден об этом сказать. Что Российская Федерация столкнется по завершению военной операции в Украине, по ее сокращению, скажем так. Большой проблемой возвращение людей, прошедших войну, в Российскую Федерацию. Простите. Возвращение гражданской жизни. То есть, у нас будет такой же афганский синдром, как был в те времена, когда мы вывели войска из Афганистана в Советский Союз. Это усиление преступности, это нападение на банки, это вооруженные нападения, различные грабежи, бандитизм и так далее. Вот что нас ждет Россию после завершения украинской кампании. Потому что огромная масса, десятки тысяч людей, прошедших войну, научившихся пользоваться оружием, холодным, огнестрельным, гранатами, взрывчатыми веществами, им нужно будет адаптироваться к мирной жизни. И мне вот очень интересно, сможет ли наше государство, во-первых, дать этим людям всем работу, дать им хорошую зарплату, ту, которую они получали, когда воевали. Потому что, представьте, сойти с такой зарплаты в 200 тысяч, там больше, ну даже 100 тысяч, допустим, так, и вернуться обратно в мирную жизнь, где платят 30 тысяч, 40, хорошо, если повезет, 50. И вот как эти люди потом будут жить? Вот нашему государству надо об этом уже сегодня задумываться. Кроме того, пообщавшись вчера-позавчера с клиентами, с женщинами, которые отправляют своих сыновей или боятся, что их отправят, я увидел, значит, через, в частности, Краснодарский край, проблему, значит, будущих, большого числа раненых, которые будут, значит, возвращаться с фронта. готовы ли наши больницы к этому, госпиталя, потому что вот 300 тысяч мы сейчас туда направляем, раненых будет очень много, пленных, само собой, раненых, готовы ли наши медицины, есть ли у нас кадры, есть ли у нас койки, достаточно ли у нас госпиталей в приграничных регионах, Ростовская, Ставропольский край, Краснодарский край, не только Москва там, допустим, да, Москва не резиновая, и мест такое тоже не так много, как кажется, потому что вот эта волна, первая, в ноябре, в декабре, когда пойдет, значит, раненых, мы должны быть к этому готовы. И возвращаясь к уголовному розыску, я, во-первых, хочу поздравить ОМОН, который отметил свой профессиональный праздник в понедельник 2 октября. Держитесь, ребята, два года тяжелых, работы много, психов, нервов, потратите тоже много, не дадут вам спокойно работать, к сожалению, наши чиновники, начальники руководства сверху, ну, так у нас все устроено, перестраиваемся на новый лад, это требует времени. И работников уголовного розыска поздравляю сегодня с профессиональным праздником, тоже держитесь, ребята, работы много, расширенная будет работа, большой объем предстоит, особенно в следующем году вам работы. Поздравляю, храни вас всех Господь и нас тоже. Ставим лайки, подписываемся, распространяем видео. И до встречи.